здравствуйте мои дорогие долго думала стоит ли мне вам это все это рассказывать но вот как-то очень забало мне это в душу пару дней назад моя внучка заболела подхватила наверное какой-то вирус потому что болела очень горло насморк и дочка тоже от нее заразилась и вот малыша мне привезли привезли мне его на пару суток день у нас прошел как бы то спокойно хотя у меня нету ни кроватки для него они худунков никаких то приспособлений которые должны быть когда есть доме ребенок а ребенок очень шустрый и он меня был все время на руках я с ним бегала и делала ему покушать и укладывала его спать потому что боялась оставить его на диване он такой мгновенно она поворачивается и уже все он уже с дивана сползает хотя ходить он еще не умеет он только так как лягушоночек на коленке и подпрыгивает вперед на полу тоже боялась оставить потому что шнуры кругом электричество кругом это самое проводаете от компьютера телевизора от лампочки в общем от всего так у нас прошел день конечно устала я ужасно но ночь для нас было вообще это было рябиновая ночь буквально укладываю спать держу его на ручках спит только положить сама лягу рядом через 15 минут он уже выворачивается и начинает плакать я опять его беру на руки опять его держу он опять спит опять назад и вот так вот целую ночь и буквально когда он выбился из сна и это было наверное часов 5 я его покормила успела сбегать быстренько погреть ему еду буквально за эти 15 минут накормила его и тогда подержала покачала на руках положила его спать вот он заснул проснулся но где-то часам 12 приехала внучка собирать его и я уже испереживалась говорю боже мой я не знаю что с ребенком вроде я ему ничего особенного не давала кушать может у него животик болит не знаю вот всю ночь он все плакал все переживал и когда зашла его мама моя внучка в дом и он ее увидел его глаза засветились и он впервые в жизни потянулся вот так вот к ней и протянул к ней ручки мы этого никогда не видели потому что ну берешь его и берешь на ручки а так его никогда вот она приносила мне я сидела с ним и 3 и 5 часов днем но всегда домой она его забирала вот и мы с ней подумали что наверное ребенок почти подумал что мама его принесла и оставила его навсегда она его не забрала и он видно это чувствовал мы сразу я не могла этого как бы понять и тут мы с ней когда вот надо нас дошло вот это мы с ней расплакались нам стало настолько жалко что вот бедненький он так вот переживал хотя со мной он очень хорошо играет я его очень люблю это просто безумно безумно люблю потому что я не знаю я вырастила дочку вырастила внучку и теперь у меня этот вот опять этот вот начало новое начало жизни я просто не могу когда его несколько дней я ее не вижу я уже пишу в внучке в этом вайбере чтобы она мне скорее фотографии присылала и вот сегодня она мне прислала что он уже на коленочке состал и сам поднялся на ножки а хотя ему вот только будет 7 месяцев ну вот и я говорю все таки вот такой вот малыш и он уже почувствовал что вот мамочка его оставила и так долго ее нету и он переживал аришка его забрала домой привезла я и быстрее пишу что как там как как у его животик что у него там может быть боли она говорит нет он уже в маршрутке он уже заснул у меня на руках счастливый довольный и день прошел хорошо и ночью он спал хорошо я говорю боже мой вот видишь как я говорю приезжай привози но на ночь ко мне его просто так не оставляй если хочешь оставайся только вместе с ним вот так вот дорогие мои вот не могла не поделиться с вами вот этим вот ощущением своей в общем я не знаю такое такое теплоты в душе такое вот жалости к этому ребенку я наверно мамочки которые есть детки они поймут как это потому что внучка в основном все время с ним одна и день и ночь муж все время на работе придет там появится и опять его нету а сейчас она вообще ушла к маме жить вот и он привык что мама должна быть мама должна быть обязательно рядышком не важно что он любит и бабушку и меня прабабушку вот но мамочка должна быть вот так вот вот дорогие мои не могла с вами не поделиться потому что душа у меня болела и вчера вечером уже когда засыпала я все время это в голове перемалывалась у меня мысли не давали мне уснуть как вот ребенок как он страдал как он ждал маму как он переживал спасибо что вы меня слушали все мои слезные изливания с вами была галина